МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире нашего телеканала программа Калейдоскоп, и мы продолжаем знакомить вас с самыми яркими и заметными событиями культурной жизни нашего города. Совсем недавно студенты отметили свой главный праздник. Именно 25 января 1755 года императрице Елизаветы Петровны был подписан указ об учреждении Московского университета. Поэтому этот день считается Днем всех студентов и празднуется по всей России. В нашем городе в этом году его отмечали по-разному. Так, например, в библиотеке имени Горького провели интеллектуальную игру. Оказывается, самая длинная шпаргалка составила порядка 600 метров, а в Германии было время, когда среди студентов большой популярностью пользовались шрамы на лице. Вот примерно с такими любопытными фактами были связаны вопросы игры в формате спортивного что-где-когда. Прошла она в библиотеке имени Горького, а посвятили ее университетам мира. Выбор подобной темы, конечно же, в первую очередь был обусловлен праздником, который в этот день отмечали все студенты. Правда, как мы видим, отмечали по-разному. Некоторые вместо увеселительных мероприятий предпочли размять мозги. Сейчас вообще интеллектуальное направление, оно пользуется большой достаточно популярностью. Вот могу сказать за свой институт. У нас клуб интеллектуальных игр развит на высшем уровне. Я думаю, что сейчас студенты, может быть, стали больше понимать важность развития, так сказать, своего интеллекта. По словам Ангелины, их команда к игре не готовилась. Организаторы же отмечают, что это, в принципе, было невозможно. Все очень хитро задумано. То есть материал был подобран, и работа с вопросами была настолько продумана, что у ребят не было большой возможности подготовиться к такой сложной игре. В игре приняли участие студенты практически всех вузов Рязани, а также старшеклассники и представители различных общественных организаций. Всего порядка 18 команд. Правила игры просты. Ведущий зачитывает вопрос, у команд же есть всего минута, чтобы, посовещавшись, дать правильный ответ. Насколько он будет правильным, зачастую зависит не столько от знаний, сколько от умения мыслить логически. В итоге команда радиотехнического университета стала третьей. Второе место занял Центр развития социальной активности. Ну а лучшей оказалась одна из команд Рязанского государственного университета имени Сергея Есенина. Не обошли этот день стороной торгово-развлекательные центры. Так, например, в Малине устроили довольно необычный флешмоб. Казалось бы, обычный будний день в торговом центре. Люди после работы спешат за покупками, влюбленные пары торопятся на вечерний сеанс в кино. И вдруг... По французской стороне, на чужой планете, предстоит учиться мне в университете. До чего тоскую я? Не сказать словами, плачешь, милые друзья. Горькими слезами на прощание возьмем. Выгиб друг другу руки и покинет ночью дом. Мученик науки. Наверняка именно в этот момент многие вспомнили, что в этот день все студенчество во главе с Татьянами отмечает свой главный праздник. Ну а торгово-развлекательный центр «Малина» решил таким оригинальным способом отметить этот день. Начинаем делать упор сейчас на развлекательный торговый центр. В первую очередь мы стараемся привлечь и охватить все целевые аудитории, которые только могут быть. У нас есть, в общем-то, для этого все необходимые средства. У нас есть детский развлекательный центр, у нас есть боулинг для молодежи, для тех, кто постарше. У нас есть кинотеатр. И у нас каждое мероприятие не остается без внимания. Так же, как и, в общем-то, сегодняшний повод, по которому мы сегодня собрались. Сегодня день студента. Мы поздравляем всех студентов и приглашаем их в торговый центр «Малина» развлекаться. Поющие студенты мгновенно привлекли внимание посетителей торгово-развлекательного центра «Малина». Кто-то просто останавливался послушать ребят, кто-то начинал снимать флешмоб на камеры мобильных телефонов, ну а некоторые даже подпевали. В общем, посетители остались довольны и признали, что флешмоб, в общем и целом, явление довольно интересное. Мне интересно тем, что вызывает улыбку у проходящих мимо. Хочется остановиться, посмотреть, отвлечься от своей суеты, получить удовольствие. Интересно тем, что это, во-первых, неожиданно, как бы весело прикольно, тем, что день студента. У нас в городе как бы всегда тишина и все такое, а сейчас все, я думаю, услышали, что сегодня празднуется день студента. Конечно, они интересны и я думаю, что они нужны, потому что это как-то все-таки поднимает настроение людям. Позитива очень много. Кстати, участниками флешмоба оказались самые настоящие студенты из различных вузов Рязани. Большинство из них не имеют никакого отношения к музыке, просто они, как сумели, постарались поднять настроение посетителям торгово-развлекательного центра. Торговый центр «Малина» нас всех собрал тут, предложил такую прекрасную идею, и мы так дружненько собрались, спелись, и, как мне кажется, у нас это получилось. Да, хорошая душевная команда, все с голосами, весело, в принципе, ну, самим как бы нравится. Все это творчество, да, участвовать в этом. Да, людям что-то показать, как-то настроить, все-таки, ну, праздник как-никак, правильно? Кстати, в этот день в торгово-развлекательном центре «Малина» студентов ожидали и другие сюрпризы, подарки, акции и, конечно же, скидки. В эти дни жители нашего города, а также его гости, смогут познакомиться с новой экспозицией, которая открылась в Рязанском Кремле. «Колыбель человечества. Философия космизма». Такое название она носит, а вот что из себя представляет, расскажем в следующем сюжете. Название этой довольно серьезной экспозиции, которая открылся в выставочный год в Рязанском Кремле, взято из программного заявления Константина Циолковского. В нем он говорил о том, что Земля есть колыбель разума, но нельзя вечно жить в колыбели. Выставка «Колыбель человечества. Философия космизма» посвящена 160-летию со дня рождения нашего знаменитого земляка. А предметы, которые можно здесь увидеть, предоставлены Московским музеем космонавтики, музеем библиотеки Николая Федорова и фондами Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника. Пожалуй, наиболее ценными экспонатами являются книги, изданные еще при жизни Константина Циолковского. Особый интерес представляет содержание этих книг, которые в начале прошлого века казалось фантастичным. Например, у нас там есть книга, называется «Космические поезда», изданная Циолковским, где он рассчитал математически, что одна ракета не может вывести человека в космос. Нужны несколько ступеней этой ракеты. И тогда это какое-то чудачество считалось. Прошло лет буквально 30-40, и это оказалось прелетворено на практике, и это оказалось единственным способом, как можно освоить космос. И также много других интересных таких вещей можно здесь увидеть. Особое место на выставке уделено еще одному нашему земляку, Николаю Федорову. Его имя на протяжении долгого времени было забыто. А между тем многие знаменитые ученые и философы считают себя его духовными учениками. Многое можно узнать о его личной жизни, о его каких-то совершенно, казалось бы, фантастических предсказаниях, которые в наше время сбываются, или потом еще, может быть, сбудутся. Но главное, конечно, это его желание победить главного врага человека, как он называл смерть. Он не мог с этим смириться, и у него была целая концепция, которая предполагала, что, в принципе, возможно воскрешение всех людей, которые когда-то жили на земле. Причем, милость в виду, не в том физическом состоянии, в котором мы с вами находимся, а в немножко измененной материи. Но, тем не менее, это люди будут те, которые жили, и они смогут вот в таком своем измененном состоянии находиться уже и в космосе, и на других планетах. Помимо всего прочего, эта экспозиция раскрывает одну из интереснейших страниц в истории искусства. Здесь представлено более 20 картин художников-космистов, в том числе представителей группы Амравелла. Это невероятно редкие полотна. На них мастера попытались раскрыть различные аспекты космоса в человеческих обликах, абстрактных образах внутреннего мира и пейзажах. Выставка работает на третьем этаже Творца Олега до 21 февраля. Ну а теперь новости для театралов. Рязанский областной театр драмы порадовал жителей нашего города премьерой. На генеральном прогоне комедии «Клинический случай» побывала наша съемочная группа. Рэй Куни – популярный английский драматург, чьи комедии положения заставляют смеяться зрители по всему миру. Такую же реакцию у рязанцев вызвал и предпремьерный показ спектакля «Клинический случай», который прошел в Рязанском театре драмы. Уже с первых минут постановка поразила зрителей своей невероятной динамичностью, комичностью персонажей и тех ситуаций, в которые они попадают. Так главный герой, доктор Мортимор, готовится к выступлению на ежегодной конференции неврологов. От этого выступления зависит, займет ли он место главного врача клиники. И именно в этот момент в его жизнь врывается сын, о существовании которого он даже не подозревал. Пьеса с сумасшедшим действием, можно сказать, экшен. Предлагаемые обстоятельства меняются бесконечно, быстро. Актерам приходится работать просто на полную катушку. Постановка «Клинический случай» стала третьей работой актера театра, заслуженного артиста России Олега Печурина в качестве режиссера. По его словам, несмотря на то, что рассчитана эта пьеса на массового зрителя, здесь есть над чем задуматься. Эта пьеса мне понравилась еще и тем, что в ней есть такой хороший месседж, как говорят, посыл для зрителей о том, что кроме денег, кроме положения, кроме карьеры существуют непроходящие вещи – любовь, человеческие отношения и семейные отношения. Премьера этого спектакля намечена на 27 января. Так что не упустите возможности провести холодный зимний вечер в теплой и веселой компании актеров новой искрометной комедии. Театр «Кукол» не отстает. Он также готовит для своих зрителей сюрприз. Что это за сюрприз? Расскажем прямо сейчас. 3 февраля на сцене Рязанского театра «Кукол» состоится премьера спектакля «Смилой жутью». Его постановкой занимается гродненский режиссер Олег Жукжда, чем еще раз подтверждает звание великого мистика. В основе спектакля – повесть Антония Погорельского «Лафертовская маковница». Как говорит сам режиссер, определить жанр этой постановки достаточно сложно, поэтому вместе с директором и художественным руководителем Рязанского театра «Кукол» было решено представить спектакль в качестве истории о том, как разбогатеть и удачно выйти замуж. Но целевая аудитория этой постановки – подростки и их родители. Мы понимаем, что без вот этого прохождения, становления взрослого человека, пройти этот этап романтической влюбленности через мистику и через ужас невозможно. И, наверное, не случайно в культуре человечества, в искусстве столько интересных страшилок. И каждый из наших великих литераторов, даже российских, через это проходил. И вот здесь для нас очень интересно было найти новую часть зрителя, которую можно было привлечь, несмотря на всю сложность психологии восприятия возрастной, подростковой, привлечь к театру. И нам, театру, было очень важно, чтобы мы попробовали найти и привлечь в театр подросткового зрителя. Для спектакля была выбрана популярная сейчас форма «Теллинг-стори». Уже привычно на сцене находятся и актеры, и куклы, которые сами рассказывают удивительную историю с налетом мистики. Для этой постановки были созданы необычные шарнирные куклы, которых можно зафиксировать в определенном положении. Не могу сказать, кто здесь главный, и, наверное, все-таки главнее актер. Ну, а в оформлении спектакля для меня самое главное – это вот мое первое впечатление от Рязани. Это вот эти вот резные наличники, которых раньше было много по улице вот этой вот… Как она у нас называется? Ну, здесь у нас улица Урицкого. Урицкого, да. Старые деревянные домики. На первый фестиваль было очень много старых домов с резными наличниками. Это было так трогательно. И с каждым годом, когда я приезжаю сюда, все меньше и меньше. Вот. И вот так. Так что вот это вот дань памяти вот этому вот кварталу на Урицкого. Мистика – это всегда возможность пофантазировать и поискать интересные приемы для более полной передачи необычной атмосферы. В данном случае она создается за счет игры актеров, акцентов на различных деталях и, конечно же, музыки, которую написала для спектакля Альбина Шостакова. Работа над постановкой пока еще не закончена, но нас уже заинтриговала грядущая премьера. Напомним, спектакль можно будет увидеть на сцене Рязанского театра «Куклы» 3 февраля. Это все, что мы хотели вам показать и рассказать. Увидимся ровно и через неделю в калейдоскопе новых интересных событий. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова